Всем привет! Решила снять видео вот так, как я хожу в жизни. Я хожу постоянно в худи, натягиваю капюшон, не буду это делать сейчас, потому что испорчу прическу. И почему нет? Вот так вот я выгляжу в обычной жизни чаще всего. Не стала готовиться, не стала ждать какого-то дня, когда я накрашусь красиво. Просто сниму так, как есть в жизни. Сегодня у меня распаковка японской моей посылки. О некоторых продуктах уже есть отзыв. Некоторые я, может быть, сделаю вставочки, либо отдельное видео сниму, пока еще не знаю. Но сегодня будем говорить о Японии. Я, конечно, покажу еще нанесение средств, которые я сегодня буду показывать. Поэтому приготовьтесь смотреть мои длинные видео. Практически готов, но такой не до конца. Это уход для волос. Обожаю, когда он в коробке. А это кондиционер. Кондиционер не в коробке. Шампунь и кондиционер. Посмотрите, как это красиво выглядит. Прекрасно получить такую посылку, когда вот все запаковано. Ну, конечно, я уже распаковала. И сейчас я вам готова показать. Единственное, очень маркий. Но я постаралась его красиво презентовать вам. Вот такой вот прекрасный уход. Черного цвета. Очень красивый, лаконичный, стильный. Невероятно. В любой ванной будет смотреться лучше. И даже самую некрасивую ванную он преобразит. Это уход с нанотехнологиями. В общем, какой-то крутой. Помните, уход от Milburn? Я вам показывала тоже японский. Тоже какой-то очень-очень крутой. Вот это примерно из той же серии. Derea или Derea. Вот этот уход. Это Manali. Это все уход, который вот просто выше, чем люкс. На много. Я уже попробовала этот шампунь. Мне в первую очередь понравился тем, что он черного цвета. Посмотрите, это просто очень интересно. Ты пользуешься шампунем, который черного цвета. Потом растираешь его в ладошках. Он становится таким сереньким. Потом светлым совсем. Ну, изначально это, конечно, такой черный цвет. Аромат легкий, совершенно ненавязчивый. Кондиционер, кстати, белого цвета. Такой совершенно обычный. И кондиционер мне понравился тем, что он довольно такой результативный. Потому что я уже говорила давно, что японские кондиционеры все-таки очень уступают европейским. Он, наверное, тоже все-таки уступает, на мой взгляд. Но я таким уходом пользуюсь как уходом для лечения, для восстановления своих волос. Хотя восстанавливать мне нечего. У меня вроде бы не испорченные волосы. Но вот все равно вот именно так, как лечение какое-то. Потому что все-таки эти технологии, это не такой прям ежедневный уход обычный. А уход, от которого ты ждешь хорошего результата. Я хочу сделать такое свое замечание. Я такую ремарочку вставлю. Ну, все мне нравится. Ну, почему вот эта часть белая? Это так некрасиво. Он должен быть весь черный. Ну, или вот такой цвет. Серебро. Зачем эта белая вставка? Очень портит вид. Я пока его не открыла. Мне он нравился больше. Когда открыла, думаю, ну, что такое? Все остальное в нем мне нравится. Результат. Очень странно. Но в первые 2-3 дня у меня ужасно электризовались волосы. Они у меня вообще не электризуются, надо сказать. И вдруг от этого ухода настолько ярко... Вот это вот статическое электричество. Настолько видно, что электризуется волос. Я не знаю, почему так было. Сегодня я тоже помыла ему. Сегодня нет этого эффекта. Может быть, у нас совпало с тем, что снег выпал. То есть, похолодание было, да? И от похолодания возможно такое бывает. Потому что я помню, когда я приехала в Москву, у меня там всегда электризовались волосы. Я не знала, что делать. Здесь у меня в Махачкале не бывает такого. И вот с этим уходом вдруг такое произошло. Я специально заменила шампунь, помыла шампунем от Наши. И все прошло вроде бы. В этот день у меня не электризовались волосы. Потом помыла опять этим. Чуть-чуть было, но не более. Сегодня тоже я с этим же уходом. Нравится тем, что очень блестят волосы от него. Так, ну вот, смотрим. Блестят. Прямо такие хорошие блестящие волосы. Выглаживает хорошо. Но вот то, что есть это электричество, меня удивляет. Я буду дальше пробовать. Если они не будут так электризоваться, то, в принципе, уход мне прям очень понравился. Но, опять-таки, я говорю, что все-таки это пролонгированные результаты. Все такие шампуни, когда нужно ждать от них действия, результата, это все-таки много-много времени должно пройти. Поэтому пока мой отзыв не считается. Будем ждать. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это, наверное, давайте я покажу вот это. Это будет Bijou De Mer. Вообще, одна из моих любимых марок. У меня очень-очень много продуктов, которые мне очень нравятся. Этот продукт мне тоже очень понравился. Не понравился мне только один кушон, который, ну, просто мне не подошел. Не люблю я матирующие кушоны. Но сказать про него плохо я тоже не могу. Просто не мой. А вот этот, это мой продукт. От него лицо сияет. Посмотрите, какой красивый. Это лосьон, лосьон восстанавливающий от Bijou De Mer. У меня есть еще маска, она уже почти закончилась. Вот я очень хочу вместе пользоваться вот лосьоном, потом маской. Жаль, у меня больше нет никакого продукта, но только вот кушон. Все. Вот, посмотрите, как открыла. Такая крышечка красивая. Я буду наносить, когда я вам о нем поподробнее расскажу. Пока я просто показываю, что вот такой вот лосьон у меня есть. И могу сказать, что он мне очень понравился. Его действия великолепные. Приятно пользоваться. И еще упаковка такая приятная. Даже ее трогать приятно. Еще у меня есть масочка от Аксизи. Я вам, наверное, не знаю, в этом ли видео я обязательно покажу эту маску. Но я уверена, что она очень хорошая. Потому что все маски, которые я пробовала. И Bijou De Mer, кстати, маски. И Дирия. Я надеюсь, что и Аксизи будет иметь такой же великолепный результат. Вот этого холеного лица. И это очень не похоже на остальные маски. Европейские, американские никакие. В Японии это немножко другой уровень. Даже не немножко, а немножко другой уровень. Тестируем масочку японскую Аксизи. Для меня это тоже первый раз. Она у меня одна. Тяжеловато рвется практически. Нет, придется ножничками. Только много здесь жидкости. Ой-ой-ой. Так. Главное, 8 марта было вчера. А я сегодня решила после бурного веселья. Не такой уж он и бурный был, конечно. Но буду приводить себя в порядок. Восстанавливаться. Ну, какая. Мне кажется, ее нужно будет сохранить и использовать второй раз. Потому что очень много пропитки. Не читаю, что она дает. Хочу увидеть результаты, потом прочту. Есть ли какой-то эффект из того, что там написано. 10-15 минут держим. Вот это читаю на японском. Я вижу, когда цифры, думаю, значит, это сколько держать. Все очень приятно на лице. Какая-то невесомая маска. И в то же время такая бархатистая. Ну, все. Вернусь через 10 минут. Прошло 15 минут. Снимаем. Вот маска как будто не впиталась. Из-за того, что намного здесь жидкости. Сама она вроде бы такая сухая. А вот на коже прям очень много. Может быть, еще вот так. Давайте подождем, пока высохнет. Потому что вот так вот я не могу понять, что произошло. Какой результат. Пока просто нужно подождать, пока перепитается. И я, конечно, помогу масочке впитаться. Ну что, я хочу вам сказать, что вот этот результат я и ждала. Только он еще более заметный. Этот результат нужен особенно тем, у кого сухая кожа. Потому что эта маска дает, помимо того, что вот эту холеность дает, ухоженный вид кожи, она еще и дает питание. Просто очень яркое. Вот везде я его чувствую, даже на руках. Посмотрите. Хотя она впиталась вроде бы, но все равно очень заметно на руках питание. Смотрите, как будто я только внесла крем. Очень нравится мне этот результат. Я думаю, что еще подсядет, впитается больше. Потом уже можно будет наносить макияж. Нравится то, что под глазами все очень напитано получилось. Не нужен дополнительный крем. В общем, я не знаю, что добавлять в эти маски. Я ее сложила и буду использовать еще раз, потому что она мне очень понравилась. И, кстати, жирность как заметна даже здесь. Не жирность, а питание скорее, да. Сама масочка напиталась от себя. Ковертик. Будем скупать японские маски. Не знаю, что они там добавляют, но я бы хотела такой крем. Вот именно с вот этим вот эффектом. Но таких кремов я не встречала. Японские очень деликатные. Вот они, видимо, все силы свои в маске добавляют. Смотрите, какая прелесть. Я еще и на губы нанесла. И губы так напитались. И даже стали какими-то мягкими. Больше у меня здесь вот была шероховатость какая-то. А сейчас я не чувствую ее, вообще нет. Сразу моментально я пропала. Довольна. Это не то слово. Такое ощущение, что я тонально нанесла и хайлайтер уже сразу. Омоложение, питание, увлажнение. Все в этой маске. И ухоженный вид. Самое главное. То, чего не дают европейские маски, наверное. Ну, может быть, La Mer еще сравнится тканевая маска с вот этими японскими. Ну, это, пожалуй, все. А еще я хочу вам показать вот эту вот сыворотку от DecorTech. Я просто влюблена в нее. Я ее, кажется, уже показывала. Так она мне понравилась. Я смогла приобрести вот такие вот миниатюрки по 12 миллилитров. Я очень довольна. Она такая нежная, такая приятная. Давайте покажу на вид, какая она. Вот. Она такая же, как и полный размер. Приятная очень сыворотка. Если увидите, обязательно приобретайте. У меня когда бывают вот такие миниатюрки, я так хочу полный размер и хочу вообще всю линейку. Прям у нее очень хочется чего-то нового. Ну, у меня здесь много нового. В предвкушении я сейчас того, что буду сейчас вам показывать. Это тоже Bijou De Mer. Это новинка. Маска. Но уже не тканевая такая маска, а маска кремовая. Распакую. Даже просто, когда открываешь вот эту красоту, видишь, посмотрите, какой цвет. Вроде бы смотришь, как будто черный, а потом оттуда появляется зеленый. Такой карандаш у меня есть, кстати, такого цвета для глаз. Просто великолепнейшее. Оформление мне очень нравится. Болотное. С золотом. А когда вы увидите, какая она внутри, вы упадете. Так что, если вы стоите, садитесь. Смотрите, какая красота. Это золото просто. Это сияние будет на нашей коже. Чуть-чуть слегка совсем пахнет. Так приятно. Я когда ее буду пробовать, не дождусь. У меня просто были высыпания на коже. Я не хотела пользоваться. Я хотела вам показать. Хотела, чтобы это было очень красиво. Поэтому ждем. Я скоро покажу. А может быть, даже в этом видео. Просто я вот пока на тот момент, когда я снимаю, я ее еще не пробовала. Но она очень-очень-очень красивая маска. Еще я вам хочу показать. Вот это мне подарок. Я так предполагаю, что скорее это подарок как блогеру. Потому что такая кисточка. Это тоже кисть Bijou De Mert. И нанесение этой маски. Она идет, по-моему, в комплекте с большой маской. Эта маска небольшая. Есть такие же большие. Вот там вот, если вы закажете большую, вам получится такую кисть. Давайте ее распакуем. И я вам покажу. Но это ведь тоже произведение искусства. Посмотрите, какая красивая. Очень нравится она мне. Во-первых, мне нравится ее цвет. Кофейный. Я вообще люблю кофейные оттенки. Любые. Даже эта маска тоже имеет такой кофейный с золотом оттенок. И внутри тоже чуть-чуть кофейного. Несмотря на то, что там болотный, вот как будто вкрапление есть кофейного. Сама кисточка очень тугая, густонабитая, блестящая. Я просто представляю, как будет приятно наносить этой кисточкой маску. Но об этом я вам расскажу, конечно, чуть позже. Посмотрим с вами нанесение. Сразу говорю, что все будет подписано под видео. Все в описании. Вы сможете посмотреть, где это все купить. Обязательно приходите и смотрите. Ой, я не знаю, я теряюсь. Что мне еще вам показать? Вернее, не что показать, а с чего начинать, с чем заканчивать. Так, давайте вот это. Я пока еще это даже не открывала. Я начну это пить чуть-чуть попозже. Просто это гиалуроновая кислота в таблеточках. Вот здесь вот таблеточки. Здесь 480 таблеток. И, по-моему, нужно 5, кажется, написано 5 в день принимать. И буду омолаживаться. Будем следить, насколько будет омоложение. Я знаю, что от гиалуроновой кислоты. Просто я уже пила биалурон. Это тоже гиалуроновая кислота. Она жидкая, а это именно в таблетках. Интересно попробовать японский БАД. Я знаю, что это дает коже сияние, упругость, увлажнение. Вообще гиалуроновая кислота очень важную роль играет в нашем организме. Поэтому обязательно пробуйте. И вот раз мы говорим о БАДах, покажу еще один БАД, который я уже начала пить. Это витамин С. Я говорила вам, что у меня было целое лечение. Была программа целая. Пить мне нужно было витамин С. Но я пила коралловский наш. Теперь мне интересно попробовать этот. Вот так вот он выглядит. Такие стики. Берем стик. Высыпаем его в стакан с водой и пьем. Он кислый. Но я люблю кислое все. Для меня очень приятный вкус. Например, тот, который я пила, он был очень неприятный на вкус. А этот пил очень приятный. Обожаю кислинку. Легко пьется. Так что пробуйте. А вот еще, что вам покажу. Очень мне понравилось. Это шоколад. Шоколад. Межу. Джи. Мейджи. В общем, какой-то шоколад. С мачи. Знаете, как изменился мой вкус? Я терпеть не могла просто. Мне казалось, самое отвратительное, что есть. А сейчас, когда я съела этот шоколад, чувствую во рту еще долго после вкуса. Так мне нравится. Я просто даже не хочу ничем больше закусывать, чтобы этот вкус сохранился во рту подольше. Так нравится. Прямо у меня настроение как будто даже поднимается от этого вкуса. Поэтому могу тоже порекомендовать. Если будете заказывать что-то из Японии, закажите себе вот именно эти шоколадки. Они вот такие вот маленькие, как стики шоколадки. Такие, знаете, порционный шоколад на вот одну порцию. Ну, я даже две. Обычно, вот если бы это был другой шоколад, я бы одну только съела порцию. А сейчас две, даже три могу с одним стаканом чая. Здесь внутри начиночка, как раз вот эта мача. Шоколад молочный. Я пью со своим чаем, который уже почти закончился. Нужно еще купить вот этот вот хамам. Очень нравится мне этот чай. Как раз все такое зелененькое у меня. Почему-то полюбила зеленый чай, полюбила вот мачу. Ну, что-то совсем прям вкусы изменились. Раз обо всем зелененьком, вот это покажу. Здесь два антиперспиранта. Я уже один достала, один себе. Вообще, они мужские. Но я оставила себе, потому что мне он очень понравился. У меня уже столько любимчиков. Вот я, вы помните, показывала вот эту марку. Тоже очень крутой дезодорант, который не дает вообще никаких шансов запаху неприятному. И вот этот мне тоже очень понравился. Точно так же он вообще просто действует великолепно. Действительно, нет никакого запаха. Вот я уже пользуюсь им. Никаких следов он мне оставляет. По крайней мере, я не заметила. И он такого зеленого цвета. Ну, приятно пользоваться им. Аромата нет здесь. Прям такой. Может быть, слегка-слегка. Ну, практически нет. В общем, я рекомендую попробовать вот этот дезодорант. Особенно, если вы страдаете чрезмерной потливостью, каким-то неприятным запахом. А еще там вот я начала пользоваться два пробничка. Видите, это гель для душа. Я с таким удовольствием пошла пользоваться этим гелем для душа. Вообще, в Японии очень часто бывают вот такие вот продукты, которые от запаха пота, от старческого запаха тела. Да, вот такие вот продукты, которые избавляют от этого. Ну, помоешься и как бы в течение дня его нет, не чувствуешь. Я пошла с таким удовольствием пользоваться. Он такой противненький, знаете, немножко неприятно пахнет. Я покажу, как желе такой вот. И почему мне хватило надолго, я уже попользовалась несколько раз. Он какой-то точечный. Им нужно пользоваться там подмышками, за ушами. И что меня удивило, на крыльях носа. То есть, вот в местах, где много выделяется кожного сала, и как бы считается, что оно имеет неприятный запах. Вот тут и нужно пользоваться. Но я помылась, особенно не очень приятно вот здесь вот пользоваться, потому что этот запах прямо близко же к носу, чувствуешь неприятный. Ну, не такой неприятный. Аромат приятным назвать точно уж нельзя. Пользуешься за ушами, и такая прям гладкая-гладкая кожа становится. Очень интересный продукт. Поэтому его бы я рекомендовала. Но, честно говоря, если вы закажете, вот он будет здесь. Прям этого достаточно, чтобы понять его, какой это продукт. Потом уже поймете, сможете ли вы таким пользоваться полным размером. Но интересный. Ну, естественно, никакого запаха я не чувствую. Честно говоря, я и без него не чувствовала, но, наверное, он все-таки работает. Немножко не по адресу получилось здесь. Ну, можно какому-то человеку, который... Прям вот вы чувствуете от него неприятный запах, ему подавиться, и пусть он пахнет хорошо. Еще я вам хочу что показать. Просто вот не заканчиваются эти новинки. Посмотрите, какая у меня прелесть. Какое прекрасное оформление. Видите, как квадратики получились такие. И это новинка от марки Аксизия. Вот я вам показывала только... Где она у меня? Масочку Аксизию. И вот это для глаз. Это сыворотка и крем для кожи вокруг глаз. Я просто влюблена в эти два продукта. Я сейчас вам их открою, покажу. Я еще, конечно же, не могу судить прямо о действии. Но мне кажется, что прямо вот с первого применения заработала. Такие вот две баночки. Опять-таки, одна немножко такого кофейного цвета, другая серебряная баночка. Как будто продукты из космоса и продукты из будущего. Чуть не сказала из прошлого. Я еще думала, как их открывать. Я, знаете, подумала, что это как типа бифидомбактерин. И нужно будет чуть ли не шприцем оттуда доставать этот продукт. На самом деле нет. Просто открываешь вот так и все. Это просто оформление такое очень. Или вот так. Очень интересное. Текстура нежная, легкая. Впитывается хорошо. И мне кажется, прямо сразу подтягиваются глаза. Настолько понравились эти два продукта. Мне прямо захотелось их покупать и покупать. А вы знаете, что я всегда в поиске того, что подтянет кожу вокруг глаз. Но сейчас вот у меня очень много продуктов. Я нашла таких хороших для глаз, которые помогают эту область сохранять молодой. Вот, например, этот продукт от Твербио очень люблю. Ну, а теперь я в поиске другом. Для шеи хочу что-то. Видите, коробочка. С коробочкой храню, несмотря на то, что я пользуюсь этими продуктами. Не знаю, прям для меня это такой фетиш. Обожаю коробки. Пусть будет. Я ищу для шеи что-нибудь, чтобы прям вот реально работало. Пока не могу найти. Для лица, для глаз, для волос. Миллион продуктов нашла для шеи. Не могу найти. Не могу. Вот на сегодняшний день меня кто-то спросит, что ты для шеи нашла такого прям крутого. Ничего. Вот просто ничего не смогла найти. Итак. Вот такая еще сыворотка. У меня она была в пробничке. Если вы помните, я сказала, я обязательно хочу полный размер. Сказано, сделано. Прекрасная сыворотка. Просто наивеликолепнейшая. Есть такое слово? Такая степень восхваления. Очень она мне понравилась. Довольно простое оформление. Но мне нравится оно. Такая легкая-легкая сыворотка. Прям практически водянистая. Но прекрасно подтягивает носогубку. Прекрасно поднимает, выравнивает тон. Поднимает лицо. Не лицо. Кожу. Вот так вот натягивает. Как будто. Прекрасно работает. И сиять заставляет кожу. И вот просто омолаживает. Очень-очень рекомендую. Вот как это марка называется? Я не знаю. Вот этот вот знак. Запомните. Я подпишу, потому что не знаю, как называется. Великолепно. Следующий продукт, который я вам сейчас покажу. Давно не было таких продуктов. Это тени-тени Суку. У меня сейчас на данный момент от Суку только палетка. Скульптор и румяна. И сейчас у меня тени. Скульптора не буду показывать. Он тоже очень хороший, очень красивый. И там правильный оттенок. Я показывала. Можно искать. Правда, не знаю, где вы это будете делать. Ну, можно поискать. У меня номер четыре тени. Почему именно они? Обожаю вот так вот распаковывать. Вот. Смотрите, какая красивая упаковка. Я постаралась ее снять со всех сторон, со всех ракурсов. Она очень красивая. И давайте откроем. Прямо такая тяжеленькая. Даже не увесистая, не тяжелая, но прямо чувствуется мощь. Очень красивая палетка. И вот эти вот оттенки у меня. Я обязательно покажу макияж с этой палеткой. Еще много чего покажу. Почему я выбрала именно ее? Я смотрела на сайте. Много-много разных выбирала, смотрела. Но все-таки вот эта палетка привлекла мое внимание больше всех. Кроме того, эта палетка хит этой марки уже на протяжении долгих-долгих лет. И вот я посмотрела на эти оттенки. Я подумала, что даже самый неумелый пользователь даже просто вот так вот разотрет все, вот так вот кое-как нанесет. И то не будет грязи. Потому что все оттенки очень правильные, очень нежные. И действительно не могут испортить никакой макияж. Я обожаю Суку, эту марку. Все у них очень хорошее, что у меня было. Правда, сейчас у меня вот кроме палетки ничего нет. Ну а так, это великолепная марка. Ну ждем. Я буду показывать. Все-таки показывать это не рассказывать. Это совсем другое. Обязательно. Обязательно дождитесь. Что у меня есть? Жвачки. Вот. Помните, какие у меня были другие чуть-чуть жвачки? Мне они не очень понравились. Моя племянница уже здесь поорудовала. Весь первый ряд почти. И сейчас. А эти мне понравились. Прямо такие вот нормальные, хорошие, мятные жвачки. Так что, если будете думать, какие из Японии заказать, вот эти заказывайте. Потому что те вот эти длинненькие, тоже порционные были. Но они были как не пластинки были, а подушечки. Мне не понравились особо. Эти хорошие. И последняя из Японии. Я вам что покажу? Трепещите. Это расческа. Вот она какая красивая расческа. У нее здесь еще футляр. У нее здесь такой подстаканник. Я не знаю, как его назвать. Это специальный стаканчик, на котором стоит. Расческа. Подложка, как ее назвать. Открываем. Красота. Еще посмотрите, оформление какое здесь. Вот это вот снимается. Прямо очень красиво. Я всегда обращаю внимание на упаковку. Стаканчик, стульчик, стаканчик. Расческа, кстати, вот там прицеплена специальным. Как показать? Вот так. Ну, просто шнурочек такой. Резиночка. Вот. Ставим на столик. И вот так вот у вас расчесочка стоит. Вообще, такие вот приспособления очень удобные. Потому что просто, когда лежит, это все-таки не то. А когда у вас она уже стоит вот так вот, стаканчики. Совершенно другой вид. Это приятно пользоваться, приятно брать. Я, конечно же, уже воспользовалась этой расчесочкой. Попробовала ею расчесать волосы. Очень-очень она мне понравилась. Она очень нежная. Я не ожидала. Почему-то мне она казалась, что она будет жесткая. Вот эти вот зубчики такие нежные. Их здесь очень много. Они разные длины. И вот здесь сначала один цвет, потом идет другой. Внутри, видите, ряды черные, коричневые и прозрачные. Оттенок, цвет прозрачный. И даже коричневые идет ряд. Сначала длинненькие, потом тоненькие. Они все вот так вот идут. Все эти ряды. Не знаю, почему разделение именно на цвета. Может быть здесь какие-то тоньше, какие-то, мне кажется, вот какие-то потолще. Коричневый совсем тоненький. Ну, не знаю, я так думаю. В серединке по два зубчика из одной луночки, как их назвать. В конце каждой щетиночки шарики. И они не царапают кожу головы. В общем, пользоваться очень-очень приятно. В отличие от Majestic расчески, она такая довольно жесткая. Она может рвать волосы. Вот это прям очень нежная расческа. Совершенно другого плана. Действительно такая премиум расческа. И я вот сейчас понимаю, почему люди хотят ее купить. Почему платят большие деньги, чтобы иметь вот такую расческу. Кстати, ссылку, какого я оставлю, не будет там высокой цены. Действительно такое ощущение, что как будто волос у меня нет. И настолько она прям легко так вот расчесывает. Как будто гладит волосы. Но тем не менее, хорошо прочесывает. Моя подруга сказала, она просто дольше пользуется этой расческой. Она сказала, что волосы становятся другого качества. Я пока еще этого не прочувствовала. Потому что я только ее получила. И попользовалась только два раза. Но вот когда много, долго пользуешься, волосы, она сказала, как отполированные становятся. Это очень интересно. Вот сейчас даже я расчесалась. И мне кажется, что они более гладкие, да? Действительно, как отполированные волосы. То есть она такая вот лечебный. У нее какой-то еще эффект. Я обязательно попозже поделюсь с вами своим мнением, когда уже буду дольше пользоваться. И еще у нее вот такой вот чехольчик. То есть если вы куда-то едете, обязательно берите с собой его. Положили тут расчесочку. Вот, давайте продемонстрирую. Вот, положили, закрыли. Хотела сказать, как идеально совпало. Но вообще-то она же ее родная. Совпало, конечно. Вот, и пользуйтесь. Она у вас не в пыли. Потому что такие расчески очень сложно потом очищать. Великолепная. И еще здесь есть такая инструкция. На японском ей нужно все перевести. Обязательно переведу и расскажу. Просто это сейчас пока знакомство. А потом я более полно расскажу. Когда, наверное, буду делать макияж, я вам расскажу и про эту расческу. Что означают вот эти вот все зубчики. Почему одни выше, другие ниже. Ну и у себя в сторис, конечно, я расскажу об этом скорее. В инстаграме я имею в виду. И это не все, что я вам хочу сейчас показать из Японии. Оставила еще один великолепный продукт на самый-самый конец. Это молочко. Молочко для тела. Это просто баловство. Оно прекрасно. Это марка. Она у меня уже была не один раз. Джилл Стюарт. Многие знакомы с этой маркой по косметике. Но косметику я не очень люблю. Немножко она такая детская. А вот уход у них очень хороший. Рекомендую уход приобретать и гели для душа есть, и скрабы даже есть. Вот скраб я не пробовала, я очень хочу попробовать. И вот это молочко. Как оно мне понравилось. Какое легкое. Какая текстура. Ну, какая упаковка. Посмотрите, как красиво оформлено. Очень нравится мне упаковка. И вот так вот открываем. Немножко неудобная, потому что это довольно плотная упаковка. Ее нужно нажимать. И вот немножко тут так все загрязняется. Ну, я чищу каждый раз после использования. Но какой аромат. Божественный, небесный. Очень приятная, легкая, легкая, нежная текстура. И хорошо питает при этом. Вот странно, да, что такая легкая текстура. Это все-таки такое легкое молочко. И такое хорошее питание. Быстро-быстро очень впитывается. Посмотрите, прям как будто водичка на коже. И даже зимой очень хорошо использовать именно это молочко. И оно будет все-таки иметь такой увлажняющий эффект. И даже питательный. Как пахнет. Напомнило мне молочко. Не молочко. У меня было для умывания одно средство. По-моему, даже Декарте. Да, прям очень напомню. Не знаю, что у меня было такое в детстве. Но мне всегда напоминает это то, что в детстве было. Не знаю, может быть мыло. Мыло тогда были какие-то очень хорошие в детстве. Нужно говорить мыло. Я не могу. Простите. Но я знаю, что нужно говорить мыло. Я читала. Но я не хочу, что за мыло. Такое дурацкое слово. Я избегаю его. Есть такие слова, которых я избегаю. Очень приятно. Просто очень-очень. И такое родное. Вот несмотря на то, что это такая красота, это молочко еще и такое родное. Родная красота. Я на этом с вами прощаюсь. Это все, что я вам хотела сегодня показать. Все, что я получила. Делитесь все своими находками какими-то японскими. Мне будет очень-очень интересно. Я, может быть, тоже скажу себе и покажу всем остальным. Желаю вам приятных покупок, приятного использования. Получайте всегда удовольствие от того, что вы покупаете. Пока-пока.